Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. С вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. Сегодня мы с вами поговорим, как избавиться от старых кустарников и деревьев на вашем участке. То есть, как скорчевать смородину, корыжовник или ту же яблоню. У производства это делается гораздо проще. Вы просто имели представление, что каждая культура имеет свой определенный, как называется, срок эксплуатации. То есть, срок, когда она дает наивысший урожай. У кустарников он определяется где-то у 20 лет. У земляники 3 года, у малины 5 лет. И после этого они корчуются, и на это место высадятся новые. Яблони на картиковых подвоях считаются до 30 лет, растут. После этого их раскорчевывают, садят новые. На сильнорослых подвоях яблони эксплуатируются где-то 50-60 лет. После этого ее опять раскорчевывают. Конечно, в условиях производства все делается очень просто. Есть техника, есть механизация, обкапывается. И тоже экскаватор подкапывает дерево. За трос потянули, достали и все. В домашних условиях все происходит несколько не так, несколько сложнее. Но и в домашних условиях приходится также корчевать деревья. Смотрите, например, простой пример. Смородина и крыжовник живут в домашних условиях где-то до 40 лет. После 40 лет начинают отмирать ветки, урожайность резко падает. И какие бы мы не уносили уже подкормки, какие бы мы не уносили удобрения, самые и хоть листовые, хоть корневые, уже восстановить прежнюю урожайность растения не удается. Необходимо его уже выкорчевывать. Как выкорчивать старый куст смородины в домашних условиях. Значит, знайте, что корчевать куст в домашних условиях, значит, если он уже больной, очень больной, очень старый, тут работа будет состоять из нескольких этапов. Помните, что вот если взять взрослую деревню, ту же яблоню, вот после 6 лет яблоня начинает, вот представляете, крону, и после 6 лет корни идут как бы в зеркальное отражение. Переверните, наоборот, это корневая система дерева. У кустарников несколько по-другому. Основная масса корней уходит на полтора метра, тоже смородины крыжовника, но основная масса где-то 10-40 сантиметров, такого стойка, где располагаются корни кустарника. Выкорчивать, конечно, проблем не составляет, и делается это очень просто. Ну, конечно, с приложением физического труда. Что сделать? Обкапываем куст, обкапываем, делаем траншейку вокруг, обкопали, а вот дальше, некоторые как бы начинают копать дальше, дальше подрубать корни. Работа утомительная. Я вам посоветую более простый способ. Что необходимо иметь? Необходимо иметь лом или длинную, такую прочную металлическую трубу. Дальше закон физики. Подбиваем эту трубу под наш куст, с одной и с другой стороны. И просто-напросто, сами понимаете, закон физики – рычаг. Это тот же рычаг. И нажимаем. Чем длиннее труба, тем легче наш куст просто-напросто подниматься на поверхность. Усилий мы тратим гораздо меньше. Достали мы на поверхность наш куст. И дальше подрубаем корни. Смотрите, как бы некоторые думают, что если корчуется дерево, все корни надо удалять из почвы. Это совсем не так. Во-первых, корни могут уходить где-то на полтора, на два метра в стороны. И смысла вообще их доставать из почвы нет. Пройдут годы, эти корни просто-напросто сгниют в почве, и они окажутся даже еще и полезными, потому что это будет определенное удобрение для почвы. Поэтому мы отступаем обычно от куста полметра, не больше, как бы от его кроны, и копаем вот эту траншейку. И потом траншейка, как же рукопается, в основном где-то на 40 сантиметров глубже не надо. А дальше все подрубается, подрубается. Тем более, что мы растение корчуем. Вот, оно уже не предназначено у нас для пересадки на новое место. Поэтому корни можно безжалостно подрубать. Подрубаем корни. Но вот далее, что вырубили, и некоторые делают, берут ошибку. Растение выкорчевали, и на это место садят опять. Выкорчевали смородину, садят новую. А вот делать этого категорически нельзя. Во-первых, если растение росло на одном месте, что там получилось? Значит, оно выкорчало все питательные вещества. Почва как бы пустая. Это раз. Во-вторых, раз оно здесь жило, значит, под растением накопились болезни и вредители. Поэтому на это место посадить новую смородину, или даже тот же крыжовник, можно не ранее, чем через 4-5 лет. Помните об этом, не допускайте ошибок. Потому что новое растение, если вы посадите, оно начнет на этом же месте и болеть, но не будут нападать вредители, и вы будете не понимать, за чего это произошло. А это из-за того, что произошло, что есть такой термин, который называется почва утомления. Вот почему и рекомендуется. Например, если корчуется яблоня или груша, это семечковые культуры по садовой терминологии, значит, на это место можно высаживать только косточковые породы, то есть вишню, сливу. Но все равно даже они будут расти хорошо, а еще лучше в том случае, если вы сделаете перерыв 2-3 года, выкорчевали, через 2-3 года на это место садится косточковые, вместо семечковых, косточковые породы, и, соответственно, наоборот. Потому что вроде бы 2-3 года они приходят быстро, незаметно, зато растения развиваются гораздо прекраснее. Исходит такой процесс, который называется инотаксация почвы, то есть распад корневых выделений, которые накопились в почве, начинается подгнивать уже остатки корней, и почва более пригодна для посадки других культур. Поэтому соблюдаем необходимое время. Помните, что для кустарников 4-5 лет, и для деревьев тоже считается, что 5 лет – это оптимальный срок, чтобы дерево на месте старого хорошо росло новое дерево. Но если условия не допускают, размеры участка маленькие, значит, можно садить и раньше, конечно. Но очеродность вместо семечковых косточковых, и наоборот. Ну, дальше. Вот с кустарником разобрались. Кустарник мы без труда можем удалить. Но есть же такие деревья, большие деревья, которые практически уже в домашних условиях, техника не может подойти. Так посажено, что техника не может ни заехать, ни подойти, там что-то мешает сад, строение. Вот. Можно искорчевать большое дерево на участке. Конечно, можно. Но тут уже необходима хотя бы маленькая механизация. Маленькая механизация, в чем она заключается? Нам надо бензопила. Сразу мы удаляем крону. Удаляем крону. Обкапывается растение. Опять же, где-то полтора, до двух метров в диаметре. Копаем, обкапываем. И дальше уже топором мы начинаем обрубать корни. Обрубать корни, обнажая центральную часть. И как бы, вот если брать, у нас стоит ствол, и точно так же стоит центральный корень. И вот потом центральный корень, как можно ниже, мы той же бензопилой стараемся отпилить. Отпиливаем. Вот. На 10-15 сантиметров, ну, чтобы было ниже почвы. Весь смысл, чтобы это было ниже почвы. Было ниже почвы. Вот. И что дальше сделаем? Остались у нас корни. Эти корни, значит, знаете, что там же вишня, слива с этих корней может давать порость. И очень обильную порость. Для того, чтобы это не произошло, мы проведем следующую операцию. Или бензопилой, или берем топором, или ножовкой. Это не так важно. Делаем надрезы. Надрезы, как бы, во всех направлениях. И во всех направлениях делаем надрезы. Что дальше делаем? Дальше берем эти надрезы смачиваем водой. Это берем злежки, поливаем воду и засыпаем удобрением. Причем лучше концентрированным. Типа мочевины или калийных удобрений, хлористого, или сернокислого калия. Засыпаем слой удобрения. После этого ложим слой соломы, или небольшой слой опилок и засыпаем землей. Если у нас пень получится чуть выше, значит, этот пень, для того, чтобы наши удобрения не вымылись быстро, мы можем просто-напросто накрыть поличеленной пленкой и пленку обвязать, чтобы ветер не сбросил. За 2-3 года этот пень загнивает. В старых книгах, конечно, можно найти такой оригинальный способ, что они брали просто-напросто сверло и в этом пне сверлили дырки. Сверлили дырки, туда насыпали аммиашную селитру или ту же мочевину. После этого чуть увлажняли, забивали пробками и пень также благополучно сгнивал. Ну, сейчас есть такой подручный материал, как полиэтиленовая пленка, поэтому щили будут гораздо легче. Легче наложить пленку, обвязать, чем сверлить все дырки. И вот дерево после этого за 2-3 года сгнивает. Уже остатки пня не составляют труда. Они уже даже лопатой легко отламываются и удалить из почвы. Так корчуется большое дерево. Поняли, самое главное, в любом случае, даже и кустарники, мы уменьшаем размер кроны, для того, чтобы нам можно ближе подобраться к центру растения, будь то кустарник или дерево. Удалили, а дальше делаем. Ну, конечно, если у вас растение небольшое, что не очень больших размеров, опять же, свойства рычага, оставляем ствол как можно повыше, образая боковые ветки, и начинаем его сюда шевелить. Чем больше ствол, тем легче нам он расшевеливается. Легче расшевеливается, соответственно, легче корчуется. Проблема небольшая. Но вот и далее. Далее, что делается, даже если вы не будете, как бы, скорчевали, вы будете его ждать 2-3 года. А что необходимо сделать? А почва должна отдохнуть. И вот что будет лучше всего для почвы, чтобы садить потом новый сад. Так вот, самое лучшее, первый год на этой почве посеять озимую рожь или овес. На следующий год можно посеять корнеплоды, любые, будь то морковка, будь то свекла, вот, или посеять грычиху. Если вы так сделаете, ваша почва оздоровится и будет вполне пригодна для посадки сада. Ну, и еще вот, не забывайте о таком нюансе. Значит, такие культуры, как вишня и слива, из оставшихся корней, которые в нем не остались, имеют свойство давать порость. Поэтому на их место, желательно, не сажать даже семечки яблони и груши, чтобы не корчевать, где-то 4 года. За 4 года вся порость вы будете удалять, удалять, вырубать, корень истощится и перестанет давать порость. А иначе, если вы поторопитесь скорее посадить, вы будете потом воевать с поростью и, соответственно, повреждать корни дерева, которое у вас посажено. Не забывайте об этом. Уничтожить трудно, уничтожить как бы нетрудно дерево, но знайте, что ему всегда можно дать шанс любого умирающего как бы растения и что можно омолодить. Что делается? Очень просто. Вырезаются все старые ветки, все удаляем до здоровой части, укорачиваем. Если это дерево, очищаем кору от лишайников, это можно сделать механической щеткой, это можно сделать железным купоросом, 600 грамм на 10 литров воды побрызгали, он не будет. Короткая обрезка, потом усиленное питание растворонными минеральными удобрениями в жидком виде, только в жидком виде внесли, растение может начать омолаживаться. Но как бы все равно урожайность уже не восстанавливается. Поэтому или омолаживать, или корчевать плодовое растение, выбор за вами. Что вам больше подходит, исходя из состояния самого растения. Так вы определяете его судьбу. Ну а вам, чтобы деревья и кустарники плодовые жили в саду побольше, радовали вас богатыми урожаями и меньше вам физической работы. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин